Всем привет! Это проект Редколлегия Читару. Меня зовут Андрей Козлов, со мной Роман Шадрин. Сегодня мы хотим обсудить инициативу профсоюза образования России, который предложил штрафовать родителей за хамство детей учителям. Предлагается штрафовать родителей на сумму от 500 до 5000 рублей за хамское поведение их детей. События, когда учителя становятся жертвами насилия, к сожалению, продолжаются. Когда мы разрабатывали эти предложения, то понимали, что в обществе они будут восприняты неоднозначно, но мы считаем, что такие законодательные инициативы нужны, потому что это дополнительный правовой механизм. Он не может быть единственным, но может влиять на ситуацию. Есть в этой новости данные университета Высшая школа экономики, из которого следует, что 70% педагогов хотя бы раз подвергались насилию и травле со стороны учеников. 70%! 7 из 10 учителей подвергались травле или насилию со стороны учеников. 57% российских учителей считают, что их труд не ценится в обществе. При этом 41% прошлых родителей выступили против таких штрафов и выразили мнение о том, что причиной конфликта в школе может стать стиль преподавания и общения учителя с ребенком. Ну что, Роман, это наша с тобой любимая тема про учителей, врачей, ученых. И вот теперь, слава богу, будут штрафы и дети станут меньше хамски общаться с учителями. Несмотря на то, что вот у меня ребенок учится в школе, в шестом классе, я не очень четко представляю, как сейчас строятся отношения учеников с учителями, но понимаю, что со времен нашего с тобой детства ситуация кардинальнейшим образом изменилась. Да, как и весь мир изменился. Да, изменился весь мир, то есть во времена, когда я учился в школе, это вообще были какие-то, я бы, скорее всего, даже не очень понял, про что это новость, если бы мне тогда дали ее прочитать, какое хамство вообще по отношению к каким учителям. То есть были, наверное, учителя, которых мы не любили, но хамить им было, ну, не то что опасно, наверное, про это вообще подумать не могли. Ну, по крайней мере, я не мог подумать. Ты мог подумать о том, чтобы нахамить какому-нибудь учителю? Нет, ну, сам я никогда этим не занимался, не хамил, но вообще я представляю себе товарищей из нашей школы, которые учились вместе со мной в параллельных классах, которые могли это сделать и, наверное, может быть, даже делали. Ну, то есть это явно было не массовое какое-то явление, то есть во все времена в школе были дети, которые могли себе что-то позволить, какую-то выходку на уроки и так далее. Но сейчас, как мы видим, 70% учителей подвергаются травле стороны своих учеников, но, по моим ощущениям, это вопрос вообще отношения к учителю в обществе, вопрос престижа учительской профессии. И учителя стали, по большому счету, обслуживающим персоналом, это прямо декларируется на государственном уровне. Они не учат наших детей, они оказывают услугу. И, видимо, поскольку взрослые, большие дяди воспринимают обучение в школе как оказание неких услуг, как оказалось, я правильно же формулирую? Да, да, да. То и дети ходят на эти уроки и думают, что им там оказывают какую-то услугу, услугу, да, и ведут себя, наверное, во многом как в магазине там, да. И по этому поводу много мемов в интернете, и я вообще себе с трудом могу представить учителя, который вынужден корректировать детей, которые, видимо, все сидят с телефонами даже на уроке, да. Но, я так понимаю, что с штрафами ничего не решить, нужно менять отношение к учителям вообще в обществе. Вообще, ну, во-первых, мы из этой новости узнали, что, оказывается, есть российский профсоюз образования. Да, я вот залез на их сайт, довольно, вроде бы серьезная структура, много чем занимается. Но мы также узнали, что вот особое, то есть, что такое вообще оскорбление с правовой точки зрения. Это и так правонарушение, и так есть в административном кодексе наказание за оскорбление. Здесь, видимо, придается такой особый статус этому оскорблению, и, видимо, будет отличаться наказание. То есть, простое оскорбление одного человека другим оценивается в условно какую-то сумму, оскорбление ребенком учителя обойдется родителям в сумму, которая будет от этого отличаться. А, по-моему, то есть, сам, как бы, механизм наказания за оскорбление, он уже существует, да. Другое дело, что к нему попытаются накрутить, и насколько это будет работать. Опять же, опять же, это вопрос доказательств, видимо, как надо будет доказывать, что был факт оскорбления, да. То есть, это что, видеокамеры нужно везде, видимо, разместить, и все будут осматривать эти видеокамеры. Вообще, в школе стало много вот этого контроля, да, механического, то есть там, ну, турники, это понятно, это общая безопасность, камеры, это уже понятно, общая безопасность, это там не ситуация в России, а в целом ситуация в мире. Но вот, когда они там сдают этот единый государственный экзамен, там их чуть ли не металлоискателями проверяют, чуть ли не в туалетах стоят проверяющие, чуть ли не какие-то глушилки ставят, и, видимо, чем дальше, тем больше вот это вот все происходит. Здесь нужен еще будет какой-то дополнительный контроль, чтобы понять, как этот ученик вел себя на уроке, и действительно ли он оскорбил учителя. По-моему, мы, ну, как обычно, боремся со следствиями, да. Причина в том, что учитель стал просто каким-то человеком, который оказывает услугу, он получает очень маленькие деньги, ну, для своего статуса. Он, ну, как бы это просто человек, который и так, видимо, не очень счастлив в большинстве случаев, да, и тут вот еще оскорбление со стороны учеников. Ты говоришь о том, что гораздо целесообразнее, вот, для того, чтобы в том числе эту проблему решить, будет поднять зарплату учителям реальную. Ну, поднять зарплату – это один из факторов, да. Надо просто повышать статус учителя в обществе, и тогда все как-то автоматически изменится. Просто я еще со своей колокольни хочу сказать о том, что помимо всего этого, нужно еще и работать над, и над учениками, и над родителями, потому что в том числе отношение к учителю идет из семьи, из того, как, то есть все в семье, где есть школьники, так или иначе обсуждают школу, так или иначе обсуждают учителей. В каком ключе обсуждают, я себе примерно представляю. Очень часто, очень часто учитель оказывается неправ с точки зрения родителей. Наверное, практически всегда. Да. По-моему, я не помню, рассказывал я тебе или нет, но однажды я был свидетелем сам, когда на родительском собрании довольно агрессивно на учителя нападали родители за то, что тот ставит тройки. Это было… ребенок научился тогда, по-моему, во втором классе, если я расшиваюсь, или в третьем. Ну, я тогда встал на этом собрании и вынужден был довольно гневно высказаться по поводу того, что не надо лезть непрофессиональными руками в педагогический процесс, что есть система оценок, что эта система оценок, она придумана не конкретным учителем, это система мотивации, которая помогает вашим детям, в том числе, держаться в тонусе, делать уроки, изучать что-то новое и так далее. Ну, вот до такого, то есть, родители, дилетанты позволяют себе нападать на учителя за то, что он ставит тройки. Вот у меня тогда очень сильно перевернулось в голове, вот все по поводу того, каким статусом, каким авторитетом сейчас обладает у нас учитель. Потому что в моем понимании учитель… А, кстати, вот, и он очень резко, этот статус, отличается от отношения к преподавателю в ВУЗе, например, потому что в ВУЗе ты знаешь, что если ты позволишь себе хамство в отношении преподавателя, тебя выкинут на ближайшие сессии, и ты пойдешь в армию. Ну, там прямое следствие, поэтому хамства в разы меньше. В школе такого нет, в школе у нас ребенок это царь горы, пуп земли, отношение совершенно другое. Вот это отношение тоже в том числе нужно менять. Короче, ты думаешь, введение штрафов изменит, что ли, может что-либо изменить или нет? Я думаю, что вот это вот введение штрафов в том числе стало поводом для общественной дискуссии. У нас вот эта новость, когда была опубликована на портале, мы ее взяли с российской газеты, естественно, перепечатали эту новость, взяли к нам в ленту. Под этой новостью было порядка 150 комментариев, сейчас, может быть, уже больше ощущается огромный интерес к этой проблеме. Огромный. Ну да, здесь в комментариях пишут, вот по плюсам и минусам видно, что люди возмущены тем, как распоясались ученики. То есть заплюсованные темы про то, что ученики совсем распоясались во многом благодаря «я же мамам» и «я же папам», так это называется. А в свое время за грубость учителю мой батя бы так мне ввалил, неделю на животе бы не спал. Это действительно раньше было такое отношение к учителю в школе, но что нельзя было хамить, это было очень сложно себе представить. А теперь это считается мало того, что в рамках нормы, во-вторых, сами родители, как ты приводишь пример, считают возможным накатиться на учителя за то, что он что-то там не так сделал с их прекрасным ребенком. Поэтому, по-моему, это вообще такой запрос общества, он где-то явный, где-то неявный, что вы верните учителям тот статус, которого они заслуживают. Но вот пока мы здесь не с причинами боремся, а со следствиями, но вообще в этой теме хорошо, что эта дискуссия вообще есть. И эта тема со штрафами, она эту дискуссию провоцирует. И в этом, наверное, ее едва ли не единственный плюс. Ну да, если вы можете каким-то образом положительно влиять на то, чтобы статус учителя менялся в лучшую сторону, пожалуйста, делайте это. У нас все, спасибо. Пока.